Огромная махина, большая спутниковая тарелка будет уже в телефоне. Может быть, кто-то зря не переживает об этом, но это другая история. Вы создали свою нейросеть, и тогда Кант поговорил бы с Кришной. Если что, я философ по образованию. В каком-нибудь замечательном калининградском баре развлекаются, спрашивая Канта о чем-нибудь. Я знаю, кстати, как этого бота можно вывести на чистую воду. Но это все пройдет очень быстро, как и любой хайп. Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность», и я его ведущая, Стась Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные вопросы из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов.ру.рф, Анна Игнатенко, журналистка, создательница медиа «Сверхновая», Глеб Шуклин, директор по исследовательским проектам Института исследования интернета. Так, мы сегодня обсудим пять новостей из нашего последнего дайдеста. Первая новость о новой технологии SpaceX. Представители компании сообщили об успешном испытании своей революционной технологии Direct-to-Cell DTC, которая дает возможность осуществлять прямую двустороннюю связь между мобильными телефонами и спутниками на орбите. Команда Starlink продемонстрировала переписку с помощью обычных смартфонов, с одной стороны, но через спутники, которые оснащены новыми возможностями. Для связи используются радиочастоты 4G. Как вы полагаете, будет ли эта связь востребована, доступна, исходя из ее возможной стоимости, а самое главное, может быть, уровня доверия потребителя к защищенности новой технологии? Конечно, будет востребована. Слушайте, такая штука ей точно. Знаете, как есть в каждом продукте, есть разные группы его использования. Значит, первая группа, которая начинает пользоваться, это пионеры. Они пользуются просто всем новым. И у этой технологии, конечно, она взрывная, взрывающая мозг, поэтому точно будут люди, которые начнут пользоваться. А дальше надо будет смотреть, что происходит. И пойдут ли за ними, за этими пионерами и мизионерами, пойдут ли за ними какие-то болотистые массы. Ну, тут будут новые информационные поводы в отношении защиты данных и так далее. Но то, что аудитория будет, конечно, мне кажется, несомненно. Я бы воспользовался. Хотя я вообще не пионер по духу. Я тоже, кстати, как и Глеб, по духу не пионер, но я могу сказать, что очень многие даже не будут задумываться по поводу защищенности такого канала передачи данных, потому что многие относятся к интернету абсолютно с полным доверием. И, кстати, большинству нечего скрывать. И, в общем, они не сильно будут переживать, если эти данные даже куда-то утекут. Может быть, кто-то зря не переживает об этом, но это другая история. А так, безусловно, это, по сути, мы говорим о том, что спутниковая связь самая дорогая когда-то, самая такая вот с большим пиететом. Я помню, как в начале 2000-х мы были в Якутии, нам показывали школы с большой спутниковой тарелкой и вот это вот интернет. А тут, по сути, вот эта вот огромная махина, большая спутниковая тарелка будет уже в телефоне обычного пользователя. То есть спутниковый интернет становится доступным, понятным, близким. И, конечно, это найдет свое отражение очень быстрому пользователю. Исследователи Балтийского центра нейротехнологии искусственного интеллекта Балтийского федерального университета имени Канта натренировали большую языковую модель на текстах трудов философов, в честь которых назван и центр, и университет. По словам создателей, модель научилась поддерживать диалог о философских понятиях. Ну, во всяком случае, ответ достаточно философский. В обучающий набор вошли тексты Канта на русском, немецком и английских языках. Разработчики несколько месяцев занимались сбором, подготовкой данных. Пока программа находится во внутреннем использовании на сервере университета, но в будущем станет доступна для всех желающих. По вашему мнению, будет ли такой сервис пользоваться популярностью, исходя из прямого назначения, именно с философской точки зрения, которая у него заложена языковой моделью, и какое у него, может быть, назначение, в первую очередь, образовательное или просто развлекательное? Я тогда скажу так. Мы же этот вопрос обсуждали в рамках урока безопасного интернета, который вот единый прошел буквально сегодня, ну, во многих школах. И там как раз про нейросети очень много обсуждалось, да, и обсуждалось с той точки зрения, что даже многие вузы вынуждены отменить курсовые работы из-за того, что просто их начали писать исключительно с помощью нейросетей, того же чата GPT, да. Здесь понятно, здесь немножко уникальность этого сервиса в том, что это философская нейросеть. Другое дело, что, как мы видим, на тех малых объемах знаний в интернете обычно нейросеть выдает, ну, если не полноценные, то, по крайней мере, очень скучные тексты. И мне кажется, что как раз философия, при вроде большом объеме текстов, да, будет сложна. Будет сложна, и, скорее всего, это будет видно, что это не человек готовил тот или иной материал, потому что вот в философии важно человеческое отношение, вот эта эмпатия, о которой мы говорим, сопричастность, свои личные мнения. А здесь это будет такой, ну, очень энциклопедический, сухой, может быть, и даже правильно выверенный текст. Вот мое мнение. Мне кажется, скучнее, чем Кантом сложности. Мне кажется, наоборот, мы все поймем, что это робот, потому что будет весело. Если что, я философ по образованию. Мне кажется, что у этого бота есть вполне конкретная цель. Я не знаю, действительно ли это так, но так, по крайней мере, я себе это представляю. Ведь университет имени Канта, в котором разработали этого самого бота, и там ведь есть наверняка философский вкусят, или как-то так он, наверное, называется. Вот могу себе представить, что эти товарищи, товарищи, не знаю, выпивая, вечерком в каком-нибудь замечательном калининградском баре развлекаются, спрашивая Канта о чем-нибудь. Но вообще, знаете, это все-таки не совсем новость. Хотя забавно, что это сделано действительно в университете Канта. Ботом про Канта в Калининграде как-то все так симпатично складывается. Но я один из тех любителей, например, совершенно великолепного проекта, которому, мне кажется, уже год как минимум, «Бесконечный разговор» он называется. Это разговор философа Славой Жижик с кинорежиссером Вернером Херцегом. И это бесконечный разговор, который генерирует, собственно, эти двух мыслителей, разговор между ними, который не кончается, который происходит в интернете уже вот сколько-то, наверное, около года. И в каждый момент времени можно зайти, посмотреть, что актуальная нейросеть придумала прямо сейчас от имени этих господ. Поэтому вот интересно, если это превратится в какой-нибудь такой проект. Например, коллеги из Пеленградского университета, не знаю, что если это будет разговор Канта и Жижика. Вот это вот было бы прямо интересно. Было бы классно, если бы какие-нибудь партнеры из Индии, из университета имени какой-нибудь Шривы создали свою нейросеть, и тогда Канта поговорил бы с Кришной. Нет, я думаю, что наверняка такая уже есть. Вопрос только в налаживании международных связей. Скорее всего, как это обычно. Трудности перевода. Мне кажется, что будут студенты больше, конечно, пользоваться. Особенно студенты, для которых философия не является основным предметом обучения. И вот пытаясь, так сказать, не погружаться глубоко, это сложно. Но я вот сам помню, что было действительно сложно разбираться о философских течениях. И, конечно, они будут этим инструментом пользоваться как такой шпаргалкой, не знаю, конспектом. Просто быстро получать ответы на сложные вопросы. Да-да-да. Я знаю, кстати, как этого бота можно вывести на чистую воду. Я помню, когда я сдавал как раз экзамен по западной философии Василию Васильевичу Скалову, замечательному преподавателю, один из самых сложных вопросов был объяснить разницу между трансцендентным и трансцендентальным. Мне кажется, стоило бы этот вопрос задать боту, послушать, что он скажет. Нет, но если его хорошо обучат, если его хорошо обучат, здесь же весь вопрос, что все равно за каждым ботом есть алгоритм, есть информация, которая в этот бот залита. И поэтому, может быть, как раз подслушивают сейчас наши разговоры как раз на этот вопрос. Да-да. Вообще, если вспомнить, любой студент, так или иначе, это такая обучаемая в короткие сроки нейросеть и большая языковая модель, когда тебе за несколько ночей до экзамена нужно перелопать большое количество незнакомой информации и потом выдавать. Я совсем не верю в применение этого студентами. Все-таки нейросеть галлюцинирует, как нам известно, и полагаться на то, что... Я сейчас спрошу очень быстренько, что там говорил Кант про трансцендента, и трансцендентально. Но я ведь с очень большой вероятностью просто завалю экзамен. Все-таки, опять же, конечно, университеты бывают разные, но, насколько известно, Балтийский университет и Уникант — это довольно серьезное заведение. Поэтому все-таки, на мой взгляд, это скорее развлекательная штука. Но, опять же, что будет через пару лет, потому что все-таки они действительно учатся очень быстро. И, может быть, преподаватель будет нейросеть. Ну, да, да. Тут как будто бы кажется, на самом деле, что это больше развлекательно, учитывая, что философские факультеты в Калининграде — один из самых сильных в Бальтийском федеральном университете. Да. И спасибо, что вы вспомнили про другие примеры. На самом деле, недавно тоже была новость про Кибер-Жириновского чат-бота от ЛДПР. Но тут, я думаю, что вряд ли, наверное, будут использовать тоже в обучающих целях. Вот скорее такая история с «Напомните себе». Обладатель самой престижной литературной премии Японии Рея Кудал призналась, что пользовалась помощью чата GPT при написании романа о борьбе с искусственным интеллектом. Вот так иронично. Действие романа «Токийская башня. Сочувствие» происходит в футуристическом Токио. По сюжету власти строят небоскреб для комфортного размещения преступников. Ну, женщина-архитектор недовольна толерантностью общества и присутствует технология генеративного искусственного интеллекта в целом. Она призналась, что… Автор призналась, что примерно 5% предложений в книге были сгенерированы искусственным интеллектом. Также заявила, что в этом ничего постыдного нет и добавила, что будет и дальше прибегать к помощи чата GPT. На самом деле, здесь достаточно много вопросов встает в этом контексте, поскольку недавно тоже были новости от разных вузов применения искусственного интеллекта при написании дипломных работ и срабатывания антиплагиата на такие работы. Ну, тут, конечно, еще параллельно с этим встает вопрос, как будто бы, мне кажется, нравственности вообще использования искусственного интеллекта в литературных именно произведениях, то есть не в технических, не в дипломных работах, а в тех трудах, которые в глобале как будто бы назначены на воздействие на душевные качества человека, на какие-то пруждения. Вот что вы в целом думаете про использование искусственного интеллекта при написании чего-либо, но и отдельно литературных произведений? Ну, я лично никакой проблемы не вижу в том, чтобы искусственный интеллект писал книги. Красота в глазах смотрящего или читающего, да, и там диалог, и восприятие. Основной текст начинается, вернее, создается между писателем и читателем, да. Писатель не создает эти смыслы, он трогает определенные клавиши, да, в душе читателей. Если в душе читателей эти клавиши есть и струны звучат, в общем, не так важно, то о них играет на самом деле. Конечно, есть исключения, там, наверное, в виде исключительных произведений, но в целом массовую литературу, как бы литературных негров знают давно. Никого это там тоже сильно не волновало, вернее, волновало какой-то момент, но сейчас, в общем, все про это знают, и всем это нормально. Не важно, какой фамилии подписана книжка, вернее, важно, какой фамилии подписана книжка, ну, кто ее написал, там, кучка студентов или, не знаю, человек, разобраться довольно трудно. Шолохов, кто был проект Шекспира, кто был человек или группа людей. Так ли это важно? Действительно, если струны затрагиваются, ну, в общем, тогда нормально. Проблема возникает тогда, когда эти тексты не писать будут, то, собственно, интеллект, а читать вместо нас. Вот это, может быть, наши проблемы. Ну, тут сложно не согласиться. Слушай, он согласен с Глебом. Мне кажется, знаете, здесь вообще вот этот нравственный вопрос, он скорее может быть у тех, кто ориентируется на премию, которую получила эта писательница. Ну, то есть, если у них есть вопросы, то, ну, может быть, они там как-то внутри своей индустрии с этим добираются. У меня лично тоже нет совсем никаких проблем с тем, что в тексте будет текст интеллекта. Почему бы и нет, если этот текст по-прежнему хорошо читается. Но это действительно довольно иронично, что он использован в романе про борьбу с, собственно, AI. Использован AI. Такого, кажется, будет очень много в ближайшие годы. И, не знаю, интересно было посмотреть подборку самых ироничных ситуаций такого рода. Сейчас, наверное, скажу про Молу, но я вот своим студентам даже иногда рекомендую пользоваться там GPT при написании диплома, но именно с тем, что они дальше будут обрабатывать этот текст. То есть не просто закинут вопрос, получат ответ и вставят его, как есть, а поработают с текстом. Это помогает им бороться со страхом чистого листа, когда очень сложно начать и разогнать свою мысль исследования дальше. Ну, это, понятное дело, что такая специфичная позиция. Я никого не агитирую ни в коем случае. Ну, так, как рекомендация. Я думаю, что она уже часто бывает в университетах. Я тоже знакома, например, с одним факультетом, который даже внутри разрабатывает для себя сейчас такие как бы внутренние гайдлайны. Что нам делать? Мы уже понимаем, что наши студенты пользуются чатом GPT, но нужно как-то придумать, как это оценивать, потому что оценивать дипломы так, как мы их оценивали пять лет назад, я сама с опытом преподавания, поэтому говорю мы, это уже, конечно, не работает сегодня с такими технологиями, которые мы имеем. Мир уже не будет прежним. Высшая школа экономики ВКонтакте запускает пилотный проект по выдаче NFT-дипломов. Документ будет выполнен в виде цифрового изображения, запрограммированными метаданами, о выпускнике, когда он был выпущен, дипломы и выпускник, и о программе обучения. Первые NFT-дипломы выдадут выпускникам дополнительно профессионального образования факультета права, там около 38 дополнительных курсов, которые они прошли. Такие документы защищены от поделки, блокчейн-технологии обеспечивают целостность диплома. Ну, в целом, про NFT и блокчейн достаточно много разговоров, определенное время, по крайней мере, точно было. По словам представителей высшей школы экономики, что интересно, получение такого диплома в новом формате NFT увеличит шансы на успешную карьеру, поскольку сможет привлечь внимание работодателей. Как вы думаете, вот ваше внимание такой диплом привлек бы на собеседование, если к вам пришел сотрудник с NFT-дипломом? И доверяли ли вы бы какой-либо такой инновационной форме диплома? Кажется, сами на этом факте вышка привлекает внимание к своим выпускникам, но только, наверное, не к ним и не к их профессиональным заслугам и качествам, да, а к модности, скажем так. Но вообще это довольно классно, потому что наконец-то NFT перестают рассматривать как какую-то совершенно изжившую себя в первые уже там три месяца схему и начинают находить ей интересное использование. Мне кажется, что будет определенная волна, вот хайпа всегда бывает, когда что-то новенькое, и, безусловно, работодатели, которые будут сталкиваться и которые далеки на самом деле от этих всех новейших технологий, им будет казаться, что да, обладатель такого диплома это действительно какой-то гик или человек, который не побоялся же, да, такой диплом принести. Ну, в общем, будет, как на первых, на первых порах, конечно, интерес определенный, особенно у тех, кто не сильно погружен, вот в эти, в отличие, допустим, да, NFT-диплома от обычного бумажного или даже электронного какого-то в регистре, да, конечно, будет, но это все пройдет очень быстро, как и любой хайп. Я абсолютно согласен, да, с Англой и Андреем. Если технология позволит повысить доступность знаний, да, которые содержатся в дипломных работах, то это было бы классно тогда, там, мечта Вани Засурского, там, прям сбылась бы. Большое спасибо за эту дискуссию. Было интересно обсудить последние новости. Более расширенную версию новостей и также другие новости этой недели можно прочитать на канале управления интернетом в последнем дайджесте. С вами был подкаст «Цифровая реальность». До новых выпусков! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова